В этом видео мы с вами рассмотрим несколько эффектов программы CadenLive, которые позволяют нам создавать искривление и искажение за счет дисторсии, так называемой аберрации оптических систем. Это когда у нас прямые линии превращаются в дуги. Все эти эффекты находятся в специальной группе под названием «Трансформация, искажение и перспектива». Я их сейчас добавил в избранные для удобства, а так их все надо искать во всех видеоэффектах. У меня сейчас на монтажном столе присутствует несколько клипов, которые подверглись разными нашими эффектами с разными настройками. Прежде всего это коррекция дисторсии. Вот что мы сейчас видим, это как раз и является бочкообразная дисторсия, она же и отрицательная. Рядом находится клип, который как раз у нас представляет из-за вот эту сетку, который подвергся именно коррекции дисторсии, но я специально создал подушкообразную дисторсию. Не забывайте, что все эффекты программы CadenLive, которые используются для коррекции, мы с вами можем использовать и как художественный прием, целенаправленно искажая наше изображение. Рядом находится еще один такой же наш клип, сетка, которая подвергается уже эффекту под названием искажение. Он добавляет вот такую интересную рябь. И дополнительно рассмотрим два эффекта, которые, один из них носит название коррекция линз, он позволяет создавать вот такие искажения. И эффект под названием The Fish, он же рыбий глаз. С помощью данного эффекта можно, например, создавать интересные переходы, а также и исправлять артефакты, созданные сверхширокоугольным объективом. Ну, полностью исправить не получится, но компенсировать можно. С помощью данного, например, эффекта было создано вот такой интересный переход в виде такого пузыря. Он как раз как бы хлопает, схлопывается. Вот как раз в этом видео давайте на все это и посмотрим, как это делается. А теперь давайте создадим сетку. Вы меня можете спросить, а зачем нам нужна сетка? Именно на сетке очень хорошо будет видно, как у нас работает вот эта дисторсия и какие искривления у нас появляются. Мы могли бы с вами сейчас создать сетку в программе GIMP, Inkscape, хотя мы это уже с вами там делали, и просто перетащить готовое изображение, например, в формате PNG в корзину проекта программы CadenLive. Вот у меня сейчас как раз обычное изображение в формате PNG здесь представлено. Но мы, наверное, с вами лучше создадим сетку сами, так как в CadenLive мы тоже можем создать сетку. Для этого нам необходимо с вами создать сплошной цвет. Идем в меню проект, добавить цветовой клип. Я выберу серый цвет, чтобы он не бил в глаза. И далее выделяю этот цвет, который находится в корзине проекта. Далее нам необходимо с вами щелкнуть по кнопке «Показать все видеоэффекты», найти пункт «Генерирование» и эффект, который позволяет нам рисовать сетку. Хватаем его и перетаскиваем как раз на наш клип в корзине проекта. Или если наш клип выделен, он подсвечен, можем сделать быстрый двойной щелчок по нужному нам фильтру. И этот эффект, этот фильтр будет добавлен к нашему клипу. После того, как эффект добавлен, мы можем перейти в стек эффектов и композиции вот этого нашего клипа. На самом клипе появляется значок в виде звездочки. Это как раз и говорит и подсказка о том, что данный клип находится под действием эффекта. Нам необходимо с вами создать эту сетку. Выбираем цвет. Черный я не хочу сейчас использовать, я возьму именно зеленый. Выберем такой цвет, чтобы он был не слишком яркий. И теперь нам необходимо создать сами вот эти линии данной сетки. Для этого нам необходимо подвигать бегунки, которые отвечают за ширину и высоту. Подберем какие-нибудь такие значения, чтобы наша сетка была не очень большая, но при этом, чтобы ячейки были достаточно хорошо видны. Теперь настроим толщину. Толщину можно сделать чуть-чуть побольше. Данный бегунок очень чувствительный. Будьте аккуратней. Я думаю, достаточно. Если необходимо, можем сдвинуть нашу сетку по оси Х и по оси У, используя два верхних вот этих бегунка, сдвига. Я думаю, сетка вполне удачная. Теперь нам необходимо взять эту сетку и перетащить ее на монтажный стол. Посмотрите внимательно. Об этом я уже несколько раз говорил. У нас эффект применен к нашему клипу внутри корзины проекта. Я сейчас схватил клип, который находится под действием эффекта и перетащил его на монтажный стол. Если мы сейчас выделим наш клип и перейдем в его стэк эффектов, именно тот клип, который находится на монтажном столе, то вы не увидите эффект сетка у этого клипа. Потому что мы с вами сейчас применяли клип именно к корзине проекта. Просто это учитывайте и про это не забывайте. Это является особенностью программы Cadden Live. Мы с вами создали некий образец. И вот теперь только давайте посмотрим, как работают различные эффекты искажения. А теперь давайте посмотрим на эффект, который носит название «Искажение». Как раз схватаем его и перетаскиваем на нашу сетку. Переходим в стэк эффектов нашего клипа. Посмотрите на его настройки. Они достаточно простые. Здесь имеются два бегунка, таких слайдер, отвечающие за амплитуду и за чистоту. Достаточно только сдвинуть эти бегунки и как раз посмотрите, как будет меняться наше изображение. При этом даже не создавая никаких ключевых кадров, он автоматически приносит это искажение. У нас здесь сейчас будет как раз представлена анимация этого искажения. Нажимаем кнопочку «Play» и как раз мы все это можем видеть. При этом, когда у нас двигается головка воспроизведения, нам никто не мешает подвигать и здесь бегунки. Посмотреть, какие именно искажения будут добавлены. Теперь давайте сделаем следующее. У меня сейчас в корзине проекта есть уже заготовленный клип. Как раз давайте возьмем и перетащим с нашего сплошного цвета, где есть сетка искажения, на клип, где у нас имеется дорога в лесу. Сначала давайте просто посмотрим на этот клип, что это такое, чтобы не было вопросов. Это обычная дорога в лесу, которая снята на такой достаточно широкоугольный объектив, экшн-камеры. Вот как раз давайте посмотрим, как здесь будет отрабатывать наше вот это искажение. Чтобы лучше понимать визуально, что происходит, сделаем очень интересный прием. Разместим один клип над другим, щелкнем правой кнопкой мыши по монитору проекта и выберем пункт «Многодорожечный просмотр». Чтобы у нас теперь отображалось все вот таким образом. И теперь можем посмотреть, какие именно изменения у нас происходят. Как раз на сетке очень хорошо все это видно. Вернем все на место. Теперь давайте посмотрим на следующие наши как раз эффекты, которые позволяют нам уже в некотором смысле выполнить коррекцию дисторсии. А теперь давайте как раз посмотрим на эффект, который достаточно важный и очень полезный, когда нам нужно исправить вот эту коррекцию дисторсии объектива. Как раз у нас сейчас присутствует на монтажном столе наша сетка, в которой у нас отсутствуют различные эффекты. Давайте схватим эффект коррекции дисторсии и перетащим на нашу сетку. У нас открываются настройки данного эффекта. Они достаточно простые. Это классические такие бегунки, которые как раз и управляют всеми этими искажениями. При этом не забывайте, здесь можно создавать ключевые кадры. Как я уже многократно говорил, любые эффекты коррекции мы можем использовать как инструмент художественный. Это достаточно полезно. Теперь давайте посмотрим на эти бегунки. Здесь как раз очень важную роль играют вот эти два бегунка. Это центральная коррекция и коррекция краев. Давайте просто сначала подвигаем вот этот центральный. Смотрите, что будет происходить в меньшую сторону и как будет изменяться наша картинка. Обращайте внимание на линии сетки. И в большую сторону. Мы с вами получим как раз вот эту бочку. А теперь давайте посмотрим, что будет происходить именно с краями. Двигаем вот этот бегунок, края. Посмотрите, как искажается наше изображение. При этом мы можем с вами исказить его таким образом и дополнительно сместить по горизонтали, вот этот верхний бегунок, и по вертикали. Посмотрите, что будет происходить относительно центра это происходит смещение. Как раз на сетке, как я уже говорил, очень будет хорошо видны, как именно происходит вот это искажение. Достаточно полезно. При этом не забывайте, что сетку можно просто наложить на любое наше видео. Это тоже позволяет контролировать все изменения. Сейчас мы как раз это сделаем. Давайте как раз возьмем наше, опять же, вот это видео. Дорога в лесу. Схватим с нашей сетки коррекцию дисторсию и просто перетащим. И посмотрим. И подвигаем все те же самые бегунки, но только уже на реальном нашем видео. Данный эффект с точки зрения именно стилизации можно использовать как именно эффект старого телевизора, который как раз может имитировать электронную лучевую трубку. Это достаточно часто делают. А также просто создавать очень интересные искажения, особенно если мы будем анимировать вот эти бегунки. Посмотрите внимательно, что можно создавать. Это может пригодиться для создания переходов. К этому мы сейчас еще вернемся. Вот именно саму коррекцию дисторсию сейчас использовать для перехода мы не будем. Мы будем использовать именно рыбий глаз, так как он немножко более гибкий и дает интересный результат. Хотя не забывайте про возможность именно коррекции дисторсии. Теперь давайте посмотрим, как можно перенести сетку на наш вот этот клип. Переходим в корзину проекта, где у нашего сплошного цвета уже есть настроенная сетка. Хватаем эту сетку и перетаскиваем как раз на наш основной клип с видео. Она здесь зеленая, нам это не подойдет. Мы сейчас изменим на какой-нибудь красноватый. Сетка, коррекция дисторсии. Меняем их положение. Вот. Теперь очень хорошо все видно. Сначала у нас идет сетка, потом идет коррекция дисторсии нашей. Для чего добавляется такая сетка? Дело в том, что по этой сетке мы можем сразу увидеть, какие искажения приносит наш фильтр. Не забывайте, что сетку всегда можно отключить. И вот как раз используя такую сетку, мы как бы контролируем все изменения, которые происходят. И нам просто уже по сетке удобней двигать вот эти различные бегунки. И мы понимаем, какие именно изменения и что они привнесут. И уже можем посмотреть. Вот, например, здесь ствол дерева у нас такой наклоненный. Мы как раз можем постараться его немножко выпрямить. Но посмотрите, какие искажения у нас появляются по краям. Тоже это не забывайте, когда будете работать. Сетку в любой момент можно отключить и посмотреть в видео уже с примененным данным эффектом. Но искажения по краям достаточно. Такие будут сильные. Вот для данного этого видео данный эффект все-таки лучше не применять, а лучше применить уже эффект DeFish, рыбий глаз. Там результат чуть-чуть будет получше. Поэтому не игнорируйте вот такие сетки. Они очень помогают нам как раз при работе с различными эффектами под названием, например, коррекция дисторсии. Ну и не только. А теперь как раз давайте посмотрим на другие наши эффекты искажения, которые здесь имеются. А теперь как раз давайте посмотрим на тоже достаточно интересный эффект, который позволяет нам корректировать дисторсию радиальных линз. Я когда первоначально с ним только познакомился, я подумал, что это все-таки эффект, который относится к радиально-градиентным линзам, или так называемым грин-линзам. Тема достаточно сложная, да и вообще все вот эти коррекции дисторсии, они переплетены с оптикой. И чтобы понять, как все это работает и реально все это эффективно использовать, нужно как раз окунуться во все эти формулы, посмотреть, как именно это все применяется и работает в реальной жизни. Но нам важно просто посмотреть сейчас, какие именно изменения будут происходить с нашим клипом. Я специально сейчас не буду использовать сгенерированное нами изображение сетки, а возьму готовое изображение сетки в формате PNG, чтобы не было вопросов. Так как часто некоторые эффекты, когда мы к ним применяем другие эффекты, у нас могут происходить разные искажения сами по себе. Есть такая особенность в программе Coden Life. Поэтому я сейчас беру для данного теста именно классическое изображение в формате PNG. Это я делаю специально, чтобы не было вопросов, связанных с данным именно эффектом. И вот теперь мы перетаскиваем этот эффект коррекции линз вот сюда. У нас открываются его настройки. Здесь два бегунка верхних отвечают за так называемую точку фокуса, а нижний это за коэффициент коррекции. Квадратичный и двойной квадратичный. Чтобы лучше понять, это лучше просто подвигать эти бегунки и сразу будет визуально понятно, что будет происходить с изображением. Мы сейчас как раз их просто произвольно подвигаем и сразу все поймете. Берем как раз вот этот квадратичный коэффициент и сдвигаем сначала в меньшую сторону. Обратите внимание, сетка у нас первоначально была синяя. И посмотрите, как теперь отображается наша сетка. И в большую сторону. Здесь также появляется данная у нас бочка и появляется подушка. Но при этом обратите внимание, здесь еще происходит эффект вот этого преломления вот за счет вот этих коэффициентов. То есть это не коэффициент увеличения, а коэффициент именно, как я понимаю данный эффект, именно преломления. Если что, вы меня можете поправить. Так как еще раз подчеркиваю, данный эффект тесно связан именно с оптикой. Если мы подвигаем нижний бегунок, то посмотрите, какие произойдут искажения. И как это все именно влияет на наше изображение. Обратите внимание еще раз вот на то, как у нас фактически расщепилась наша сетка. Это достаточно интересно выглядит. Ну и соответственно, вот эти два верхних бегунка, это вот этот сдвиг фактически от центральной оси. Но опять же, посмотрите внимательно, как расщепляется здесь сетка. И по оси Y. То есть это как раз напоминает вот такой эффект радиально-градиентной линзы. Можно так сказать. Если что, еще раз подчеркиваю, вы меня поправьте. Теперь давайте посмотрим просто на нашем примере той сетки, которую мы с вами создали. Сами зеленая у нас она сетка. Просто перенесем этот эффект. Как он здесь отработает? Практически точно так же. Я на всякий случай все-таки применил именно к изображению в формате PNG. Ну и теперь остается посмотреть на те изменения, которые будет вносить, если наш этот эффект перетащить на реальное изображение. Давайте посмотрим, что именно он здесь делает. Здесь, наверное, нам придется сетку отключить верхнюю. И просто подвигаем бегунки. В большую или в меньшую сторону. Эффект тоже достаточно интересный. Стоит к нему присмотреться и поизучать его. Обратите тоже на него внимание. Так как он по краям создает очень интересный эффект. Я уже назвал его преломление. Именно как я его понимаю. Поэтому на всякий случай, если что, подправьте меня в комментариях. Ну а теперь как раз рассматриваем эффект рыбий глаз. А теперь давайте посмотрим на эффект, который позволяет нам добавлять различные искажения. Также частично их и исправлять. Например, можем создать эффект наподобие рыбьего глаза. Хватаем эффект под названием DeFish и перетаскиваем вот на это наше видео. По умолчанию данный эффект никаким образом не оказывает воздействия. Нам с вами нужно убедиться, что внутри эффекта, напротив DeFish, стоит галочка в этом чекбоксе. И вот теперь можно подвигать вот этот верхний бегунок в большую сторону. Если мы начинаем с вами двигать этот бегунок, посмотрите, как изменяется наша картинка. Давайте подберем какой-нибудь параметр, не слишком большой, и включим-отключим глазик у нашего эффекта. Это до, а это после. Да, изменения есть. Мы теряем часть информации по краям, плюс здесь еще может добавиться различные артефакты. Если мы продолжаем двигать этот бегунок, то мы добавим еще больше различных искажений, и в результате можем получить очень интересный эффект, как будто мы устремляемся вперед, и все вокруг у нас размазывается. Это можно использовать для создания каких-нибудь интересных переходов, просто это учитывайте. Но данный эффект очень сильно нагружает систему, просто это учитывайте. Теперь давайте посмотрим на другие настройки. К типу мы сейчас еще вернемся. Здесь у нас есть такой пункт масштабирования. По умолчанию стоит заполнение. Можно выбрать центр, у нас как бы центрируется наше видео, и можем выставить, например, ручной режим. Вот если выставим ручной режим, то у нас становится доступен вот этот второй бегунок. Теперь мы сами определяем масштаб. Можем увеличить нашу картинку. Давайте подберем какой-нибудь параметр, например, вот такой. Да, мы с вами потеряли часть информации, то есть как бы, можно сказать, угол зрения наш уменьшился, но при этом действительно картинка стала поинтереснее. Это до, это после. И дополнительно у нас есть различные варианты интерполяции, просто это учитывайте. Это все тоже сказывается на производительность. Нижний пункт отвечает за соотношение сторон нашего пикселя по умолчанию квадрата. Ну а теперь нам нужно посмотреть, как с помощью данного эффекта мы можем создать как раз что-то наподобие рыбьего глаза. А теперь нам с помощью нашего эффекта DeFish нужно создать что-то наподобие пузыря или рыбьего глаза. Я как раз воспользуюсь сейчас нашей сеткой. Я уже сказал, что по сетке очень удобно работать, когда мы работаем с искажениями. Хватаем наш DeFish и перетаскиваем на нашу сетку. Переходим в нее. Теперь нам нужно ее правильно настроить. Снимаем галочку напротив DeFish, так как мы будем специально сейчас создавать эффект пузыря. Далее здесь необходимо переключиться в масштабировании на ручной режим. Изменяем масштаб в меньшую сторону. И сдвигаем верхний бегунок в большую сторону. Мы можем с вами здесь сейчас посмотреть, как по-разному будет меняться тип. Это можно назвать его равномасштабный. Здесь есть равноудаленный, ортографический и стереографический. Я, наверное, сейчас выберу лучше ортографик. Теперь необходимо просто подвигать наши все бегунки и настроить таким образом. Главное здесь не проскочить, потому что тогда изображение у нас как бы исчезнет. Такое бывает. Подбираем те значения, которые лучше всего будут подходить. Если надо, мы можем здесь подграться с нашими вот этим скеллингом. Сделать больше или меньше. Ну давайте оставим, например, вот так. Если вдруг не понравилось, всегда можем поменять тип и снова подвигать. Здесь вот просто по-разному будет вся эта сетка представлена. Но мне кажется, что ортографически в данной ситуации будет лучше выглядеть. Вот так. Получили что-то наподобие такого мячика. И вот как раз теперь уже настроенный. Интерполяцию я ставлю билинейной, чтобы у нас все это быстро работало. Мы уже перетаскиваем на наше вот это основное видео. И давайте посмотрим, как теперь здесь представлено. Вот это черное, что у нас сейчас представлено, это у нас с вами здесь прозрачность. Всякий случай я просто ее отображу. Вот оно. Вот это все нижнее у нас отображается черным. Не забывайте, оно у нас прозрачно. Это я просто сейчас специально поставил сетку, чтобы вы видели. Ну а теперь давайте посмотрим уже в динамике. Нажмем кнопочку play. И как раз что у нас происходит. Да, мы с вами создали что-то наподобие эффекта рыбьего глаза. Можно использовать, если, например, кто-то смотрит на кого-то через глазок, например. Ну и не только. Вот такие есть интересные возможности с помощью наших эффектов. Ну а в конце видео будет такое специальное, необязательное видео, где мы создадим с вами переход. А сейчас как раз давайте создадим простой очень переход с помощью эффекта DeFish, который я называю пузырь. Он достаточно интересный и может кому-то пригодиться. Такой же переход мы с вами делали в программе Shotcut. У меня сейчас на монтажном столе присутствуют два клипа. Это ручей и горная река. С этими клипами вы знакомы. Нам необходимо с вами выделить определенный участок первого клипа и второго, то есть конец первого и начало второго. Мы можем работать очень точно, выделяя, например, 10 или 15 кадров. Но сейчас будем работать чисто на глаз. Найдем определенный фрагмент, который нам будет нужен, например, вот здесь. Чтобы это место нам не потерять, мы поставим вот здесь направляющую. Ставим правой кнопкой по нашей шкале, добавляем направляющую. Теперь нам нужно с вами перейти в наши эффекты, взять DeFish и перетащить на верхний клип. Снять у него галочку DeFish и сделать следующее. Нам с вами нужно, где находится сейчас каретка, наша головка воспроизведения, изменим масштаб, подвигаем за края вот этой специальной линии, поставить ключ. Поставим его, щелкнем и дополнительно нам будет нужен ключ в конце нашего видео. Сдвигаем каретку, ставим ключ и переходим в него. Здесь нам нужно с вами изменить вот этот верхний параметр. Подвигаем верхний бегунок, слайдер, в большую сторону, раздувая наше изображение. Сделаем вот такой эффект пузыря. Больше или меньше, все зависит от того, как вы хотите передать этот эффект. Давайте оставим вот так. И вот здесь сейчас у нас получилась вот такая анимация. Давайте на нее посмотрим. Как раз эффект, как у нас картинка раздувает. То, что надо. Далее нам необходимо сделать следующее. Перейти к нашему второму видео, подсунуть его под другое наше видео. Здесь у нас направляющие, привязки включены и мы прилипаем. Это достаточно удобно. Чтобы верхнее видео нам не мешало, отключаем его видимость. Переходим в начало этого видео. У нас же здесь находится и наша вот эта специальная направляющая. Берем DeFish и перетаскиваем на второй клип. Здесь делаем все то же самое, только с началом этого клипа. Убираем галочку. В начале клипа нам нужно, чтобы изображение раздуло. Мы сначала, наверное, поставим ключи, а потом будем менять их параметры. Это не обязательно, но просто, мне кажется, в данный момент и будет удобно. Переходим в конец этого нашего верхнего клипа. Работаем с нижним и ставим просто ключ. Теперь снова возвращаемся в самое начало. Вот она. И вот здесь меняем параметр в большую сторону. Опять же, подбираем то значение, которое нам будет нужно. Давайте вот так оставим. Все. И здесь создалась анимация. Как бы мы, картинка у нас растянута, и потом в определенный момент мы как бы схлопываемся. Такое дыхание получается. Как будто мембрана у нас такая. Теперь мы можем сделать следующее. Либо два наших клипа размещаем в стык в стык. Включаем отображение видимости нашей дорожки, и можем как раз просмотреть все, что здесь получается. Это, в принципе, прекрасно отработает. Здесь будет такой скачок, хлопок. Так как у нас здесь сначала картинка большая, и здесь тоже большая. Но чтобы этот эффект немножечко все-таки сгладить, можно добавить классическую композицию. Вот в этом именно месте. Чуть-чуть. Совершенно чуть-чуть. Добавляем композицию, обычное вытеснение. И вот здесь мы просто смягчаем этот переход этого пузыря. Если это будет нужно. Это будет еле-еле заметный эффект, но тоже эффект такого перехода. Как бы немножко наша картинка живет в этом месте. Это вы уже сами принимаете решение, нужно это делать или не нужно. Также это вытеснение можно, например, заменить и на обычный наплыв, который здесь имеется. В принципе, тоже будет нормально. Если необходимо, мы можем уменьшить как раз этот переход и сделать этот эффект более явным. Этот эффект пузыря. Но обратите внимание, у меня сейчас стоит низкое качество предпросмотра, так как все вот это, что мы сейчас делаем, очень сильно нагрузит систему. Просто это учитывайте. И то мы использовали здесь именно билинейную фильтрацию внутри нашего DeFish. Просто это тоже учитывайте. Так как она отрабатывает быстрее. И мы получаем вот такой интересный эффект пузыря. Можно сделать явно, можно менее. Здесь как раз можно как раз воспользоваться немножко другим еще подходом, так как нам нужно создать промежуточное видео, такой кадр, который бы соединил два наших клипа для более интересного эффекта. Но это усложнит всю вот эту нашу композицию здесь. Поэтому лучше всего сделать вот такой интересный прием, если захотите. То есть добавляем два наших эффекта DeFish и соединяем дополнительно вытеснением. И получаем вот такой интересный переход. Может кому-нибудь понадобится. Ну а на сегодня все. Спасибо, что смотрели видео. Субтитры сделал DimaTorzok